здравствуйте сегодня подкаст номер 9 и антон говорит из одессы для денис где-то в каких-то глухих дебрях и деревнях не там где интересно и весело вы понимаете поскольку одессе сегодня вообще все будет посвящено одессе я может что-то попытаюсь робко сказать антон меня перебьет и расскажет про какую-то звезду которую он схватил за задницу вот у нас так сегодня будет а пока мы не начали да я антон я хотел ты меня помнил прошлый раз и я понял что мы этого не сделали прошлый раз мы не поблагодарили автора нашей картинки за то что он не нарисовал и отдал нам совершенно бесплатно его зовут лёша бесценный он вообще такой офигенный и даже зарифовал настоящий бесценный да вы спросите как его фамилия но мы вам не скажем он бесценен антон что там в одессе ну во первых все читают твои рецензии все конечно в восторге от фильмов ты смотришь и практически каждый день выкладываешь несколько рецензий там вообще понятно хочет что-нибудь о том кто выиграет смысле уже можно делать ставки и вообще как там кто выбирает в прошлый раз и зрители выбирали сейчас не знаю кто в общем не это так и остается они же они же делают упор теперь на то что это зрительский фестиваль и как бы очень хорошо сотрудничают с торонто и хотят именно ее сторон фестиваля из торонто брать как там тоже они именно заключал закладывается чтобы проходился фестиваль в торонто и чтобы знать и значение одесса кинофестиваля как бы сторону торонто двигалась ну говорится хочешь чтобы выиграть оскар в виде своего примера на там и киналина скажи вообще понятно кто выиграет ну вот серьезно там наш заранее можно посмотреть может кто-то приехал крутой ну в прошлый раз тиму тим так как это зритель награду я просто предсказываю что победит географ глобус по тропе это как бы и он у него будет и кинотавровское время одесское время но то я считаю что за костю все порут пятерочки когда будет премьера его ну в одессе а так бы ну а тут бы если вы еще и игру в правду захотели показывать могло бы быть соревнования а вот я вчера посмотрел сейчас написал рецензию но еще один фильм который мне не могу не отметить просто скажу это называется ланчбокс это индийский фильм но это не там танцует и поют это современное кино без всяких там экстрементных танцев ну в общем знаешь это голливудское кино мы там не взрываются там планеты роботы друг друга не убивают это просто там фильма любви о чем-то хорошем так что я думаю в индии тоже нормально не только про танцы но это такое что индия очень сейчас сильно как бы связано с сша потому что смотришь индийский актер открываешь его фильмографию извините он короче в половине фильмов сша снялся ну там нашими на вот главные роли в ланчбоксе и фанг ханс он извините в новом человеке-пауке как бы это главный старый индус сейчас ну индустарик ну там где в сценарии написано старый индус да все идем карфану хану все вот он он на офигенный актер это я честно я его никогда раньше не видел много на экране он всегда у меня как-то мелькал там и в жизни пи и последних фильмах и в новом человеке-пауке ну он как бы ну хороший такой наш индус колоритный индус сразу понятно что индус все но больше ничего не видел а тут он показал что он я понял что он офигенный актер это который вот как энтони хопкинс или аль пачино могут просто в кадре стоять ничего не делать и ты просто там массу 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 эмоций энергии видишь в этом я вспомнил главного главного индуса мира кино ну я знаю кинсли конечно да опять отвлеклись я обещал что буду перебивать тебя с одессой ну окей да это теперь кинсли главный лысый индус а этот как бы главный старый что мы с тобой стебимся с уважаемых старых индусов антон вот из тех фильмов что ты посмотрел я говорю я же говорил начал фильм который в общем не напомнил именно дух это вот приятное ощущение когда я смотрел алимания добро пожаловать германии это вот фильм ланчбокс он простой честный местами веселый но при этом настолько глобальные и глубокие темы затрагивает что ну его обязательно увидеть я люблю такие фильмы ну когда знаешь попроще без всякого этого не как сергей лазница а как-то вот попроще для людей чтобы люди могли посмотреть я понял из всех его что ты посмотрел тебя пока фаворит игра в правду не игра в правду не участвует в конкурсе она не может быть я имею ввиду из тех что ты в одессе посмотрел ну не больше все равно сейчас понравился мальчбокс я просто вчера смотри это позавчера я смотрел игру вправду она была вчера я посмотрел ланчбокс и это очень классно и и сам режиссер такой прям очень интересный человек который говорит что у него жизнь небольшая проблема он занимается кино он режиссер но он больше читает чем кино смотрит и ему эти преподаватели говорят спрашивают ты смотрел такое-то кино ангри нет но я читал книжку то самим надо с ним поговорить метод ему много вопросов как он с этим справляется ну вот у меня история такое расскажу я его и в лицензии написал он рассказал что проблема вот когда из-за того что он начитанный и литературных то что он написал сценарий литературный очень такой все и как бы всем продюсером понравилось ему дали денег на снимать ангри начинаю снимать сцены и понимаешь что она не работает так как у него написано потому что у него написано там типа переписка на на бумажных письмах и они там читают письма как это в кадре было ему показали это я сам себе придумал сложности и уже по ходу выходил из них ему надо было становится просто писателем но кому сейчас нужны эти писатели особенно в индии да а это очень интересный вопрос литературный сценарий часто вот спрашивают там журналисты режиссеров сценаристов и так далее вообще все они друг другом общаются тоже кому как больше нравится с какой должен быть сценарий литературный или как он называется лесенка елочка я не помню там где просто название имя персонажа что он сказал потом приблизительная сцена где кто стоит и опять имя персонажа что он сказал а если литературный где описывается его внутренний мир там переживания то есть где начинается литература и ты читаешь это как киноповесть как у добженко понимаешь такой сплошной классный литературный текст который потом сам же режиссер и пытается в кино уплотить ну тут возникает вопрос внутри вопрос да вопрос в том с чем легче работать актеры не вот я вот миронов слышал но поздно объяснил что что легче работать что лечь работать с литературным текстом потому что это как подспорь для актера чтобы лучше понять персонажа то есть тебе не нужно страдать и выдумывать и без наиск объясняет только как он его задумал а тебе легче играть да не я с этим соглашусь в общем-то это правильная мысль но тут такая возникает ситуация когда режиссер и сценарист является одним лицом данного этого тогда хорошо чтобы он был литературным понимаешь потому что он настолько уже продумал эти образы он понимает то как должен двигаться извините у кого какая должна быть отвисшая губа и им поэтому литературный хорошо и режиссер этого а когда ты режиссер и сценарист это разные люди тут надо дать возможность режиссеру развивать и пока и раскрывать характер а если сценарист это пропишет это будет такой начин уже микроконфликт возникает уже на уровне общения сценариста режиссера да смотри тут опять сталкивается если например не имеется ввиду простой сценарий лесенка елочка так это как кесар классическая театральная то есть там где идут только реплики и все вошел выше с ней офигенно удобно работать режиссер он может ее изменять как ну в смысле обволакивать его во все что он хочет сохраняет просто фразы а литературный пришел как будто из литература то есть театр литература сталкивается поэтому кино это соединение театра литературы круто мы с тобой открыли истинный смысл кино и забудем про этом слушай мне новости на прошлой неделе были я вот я бы сам не угадал мне очень заинтересовала новость о том что дисней хочет сделать новую книгу джунглей причем не мультик а фильм а почему заинтересовало ну понятно сейчас ничего не известно ни режиссера не ничьи наистов нет вообще ничего не понятно но сам факт дисней берется что что-то делать причем какой-то фильм ну это типа пираты карибского моря или перси джексон то есть это будет офигенный я имел ввиду какую-нибудь гадость которая никому не нужна надо было назвать одинокий рейнджер да ну и другие проекторы джерри брюхаймера что-то очень такое дорогое которое потом провалится мне интересно что получится с книги джунглей это будет в общем фильм ну понятно с 3d совсем волшебник страны великий ужасный все из этой серии это будет фильм такого же масштаба это у нас требуют плакаты через улика 3-4 завешены все следующем как ты вообще относишься к этой идее а прокатит не прокатит я честно сейчас старик буду вручать потому что как индусский старик давай не как индусский не умею я не могу разговаривать на смеси я просто не могу разговаривать на смеси английского и индийского языка одновременно это очень интересная такая штука они там все разговаривают на смеси языка индийского и английского любишь когда коверкают английские разы я понимаю что они не говорят они я по этой языке джунглей а ну да да окей но я как-то всегда книгу джунглей чтобы ни странно я книгу джунглей воспринимаю через советский да да у меня всегда она такая и при этом я читал ее книжки у меня очень папа папа любил киплинга у меня был все 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 собрание сочинений киплинга и даже стихи которые ненавижу читать но у меня все равно книга джунглей это советского меня он пугал детства то ты чего особенно вот это а мы пойдем на север а мы пойдем на север это что-то развлечется ребенка так мило меня он пугал реально когда эти полки идут и вообще там все это все друг другом разговаривают на как путин и медведев на камеру а ну нет да они все высоким словом говорят там знаешь мы поднимем экономическую мощь россии черт возьми и мы и так далее и они там другом так разговаривают я ребенок мне неинтересно я там хочу про дружбу или там песенку какую-то давайте или я не знаю ежика какого-то чтобы него грипп нас на иголках был прикол а тут какие-то полки мужик этот пафосный пантера которая змей ты ну ты помнишь за диснеевского змея бандерлогия не можно там играться а советский он такой серьезный не очень пугал он детстве я его всегда боялся когда его показывали по телеку я забивался в угол кресла и оттуда робко смотрел мне так безумно он нравится и я его смотрел всегда это начиная вот почему-то всегда вспоминаю почему-то мне кажется что мультик начинается с того как он как слона спасает слушай я понял ты хочешь писать диснея того же да такой пафосный и мрачный мультик мрачнее я такой чтобы знаешь кого-нибудь такого кто с черным юмором обладает чтобы снял такую злую историю потому что где к тому что диснеев последнее время он же с направления в кино решил взять сказки что у него там алиса прошла хорошо давайте уже там золушки и спящие красавицы и все что-то молефисом а молефисом ну так это спящая красавица я у тебя поправляю я не знаю мало ли у слушателей может не знаю что такое малифисе малифисента а у тебя какая но я понял твою мысль давай про твою новость поговорим а у тебя одесса у меня одесса но новости таких я не вижу у нас сайт давно не обновлялся на основе да ладно чтобы сегодня смотри сегодня у меня вообще как обычно четыре фильма будут а я хочу сказать одну такую вещь который мне можно показаться некоторым людям странно но я посмотрел украинский фильм ужасов 3d вчера и это как не звучит это типа надо смеяться после этого нет это он фильм который не притворяется чем-то большим авторы не пытаются показать что они там какие-то крутые кино интерфисы они сняли жанровое кино молодежных хоррор с точки зрения картинки и 3d это можно придираться на с точки зрения четкости и насыщенности картинки это на уровне все на уровне цепочка мне нет это как раз ты смотришь если бы не знать что это украинский такое ощущение что это какой-то ну парамоунт ворнов бразер сделал ну или как вот сталинград такую нам стендать немножко перед перенасыщен цветами на мой взгляд да ладно что на парамоунт не снимаются плохие фильм ужасов не нет я имею ввиду по картинке это не про фильм ужасов именно картинка картинка сама очень яркая я просто подряд посмотрел два фильма украинских один это ужаснейшая ширпотребная снятая не знаю на что и ну сразу выдает короче всю подноготную сколько она стоит сразу видно что вообще бесплатно все снимают уже такой а тут именно видно что это люди делали кино для того чтобы получать заработать денег и при этом они не пытаются что-то кого-то обмануть это реально хорошо сделано украинское кино называется носить синевир и красивые кадры все это сделано ну проблема есть у них одна большая проблема то что актеры сами себя дублировать не могут в смысле они правильно играют эмоции все это а говорят как будто стиль 100 читаю ну а что они когда передубляж делали и украине до сих пор это очень стыдно конечно говорить хорошо что мы не с тобой не вещаем за границей но только никому не говорите за границей в россии и украине до сих пор переозвучивают актеров после съемок в смысле актеры потом еще раз съезжаются в студию звукозаписи начинают переозвучают когда вы пока в америке все пишут на площадке звук у нас пользуются с дедушкиным микрофоном почему нет зачем это делают тут вопрос в том что актеры западной украины все говорят говорят в фильме державную мову оказалось я там спросил просто у авторов которые присутствовали в зале у нас полстраны не так и державную мову говорят и она потом у них появилась возможность что осенью у них будет прокат в россии и они взяли переозвучивали главных героев всех на русский язык потому что они по сценарию вообще-то русские актеры то украинцы и они их переозвучили для того чтобы получить прокат в россии у них по моему с кем-то уже договорный на осенний прокат и у них получился что только совсем уже шире украинцы говорят на державную мову это там ну есть там они же на карпатах поэтому те кто живут на карпатах говорят и такая смесь получилась основная часть по-русски говорит в общем честно кино хорошо смотрится это на удивление хорошо и одно из главных его преимуществ она очень короткая сколько семь минут ну да нормально не просто делись некоторые бы тянули и тянули нам надо полтора часа вообще ситуация с этим должен прикольно помнишь советский шерлок холмс который все говорили английская королева наградила там каким-то призом и так далее ну это все фигня что наш советский шерлок холмс самый лучший шерлок холмс и так далее фишка в чем им пришлось получается чтобы показать его английской королеве озвучить наши играют англичан говорят на русском и им пришлось на английском озвучить советских людей которые играют англичан для англичан здесь это тоже такой нонсенс интересно как это вообще бы смотрелось ну в принципе мы тоже вот как бы это смотрелось это когда мы смотрим русские какие-то фильмы где играют русские и потом дублируют опять на русский чтобы нам показать какой-то фильм про русских обычных алкоголиков с балалайками а я хотел сказать что я посмотрел я конечно в одессе не могу спросить ты вообще-то задал вопрос на который я не ответил я спросил как фильм антон теперь у меня спросил что я сегодня буду смотреть прежде чем я рассказал про сиденье а это все нет нет сегодня главное это конечно машина джейн мэнсфилд я очень хочу посмотреть а кто приехал роднянске ну блин кроме роднянске это даже шаниши то специальном показе это даже без каких-то там конкурсов каких-то это просто специальный показ просто панино и конечно лавлайс не приехала не нет это просто гала премьера не она здесь конечно с приездом прикольно то что приезжают режиссер это очень режиссеры сценаристы это хорошо некоторые но это лучший человек который может промоутировать вообще фильм да ну просто шутка актера но вот получилось то например пресс-конференция игра в правду куценко извините практически не давал никому ничего говорить правда он я помню про прошлую конференцию на которой был там не куценко не но был меньшим клоуном сейчас он очень-очень переживает за фильмом видно он его защищает всеми там приготов на конфликты с журналистами и он очень-очень-очень переживает и я даже что-то увидел что виктор шамиров на него повлиял что он так вот наш от шамиров он достаточно жесткий чувак по крайне по фестивалям я смотрю по интервью всяким некоторые нотки от шамирова были даже когда ему задавали ну совершенно непристойные вопросы ты знаешь жесткие почему потому что да куценко просто актер который играет в фильме а этот шамиров он всегда защищает собственного ребенка свой фильм естественно будет жестким а сейчас когда куценко взял на себе обязательства и устроил это все с пиклом бетова мы думаем тоже чувствую ответственно поэтому это жесткость произведет извините проложение ну ты убил меня в смысле ты хотел сказать привести пример жесткости куценко разговоры журналистами ну вот я его рассказал не ну жестко там вот спросили типа особенно пугать типа как вы мужчины которые вы актеры успешные люди и вы мужчины которые не страдали можете играть людей которые страдали блин они же актеры так не вопрос такой знаешь понимаешь когда человеку говорят что ты не страдал значит человек изменить не живет потому что страдания не разные но и блин я и кажется у меня там бывают журналисты я вполне предполагаю возможность подобного вопроса вот поэтому они не любят журналиста ну правда мы читаем удачные вопросы а все неудачные мы не читаем это вообще как можно было сформулировать такой вопрос ну если ты работаешь комсомольской правде и только что приехал с отчета заседания министерства сельского хозяйства на премьеру фильмами нужно задавать вопрос голша куценко о чем его еще спроси о том что он не страдает мне кажется актеров она наверно только что спрашивала у министра страдает ли он это даже был мужчина тем более заумные да хватит обсуждать журналистов я хотел сказать что я посмотрел антон я я посмотрел все что было все что я нашел сериала дептиков и переводится это как гуще событий или самая гуще ну что такое английский сериал про политиков я знаю американский ремейк американский ремейк выпить он не ремейк и на самом деле армандо янучи как человек который сделал гуще событий как обычно поехал делать все лучшие сериалы делают в британии они там придумывают американцы бы вам смотрят и сделайте нам такой же мы у тебя продавали но немножко каша попроще приметиме так чтобы давайте продавайте и обычно говорят но еще есть вариант они говорят нам уже классный сериал но мы не умеем у нас нет мест пойдемте к вам в англию будем там снимать там игру престолов с вашими актерами они в общем не умеют американцы с реалом снимать который снял гуще событий в британии его позвали потом в америку делать вип потому что они сами не умеют а он так круто это сделал и он приехал но гуще событий украшает один прекрасный персонаж малком такер это глава пресс-службы не премьер-министра но в общем всего правительства который ходит и орет на министров очень крутым матом он выдумывает такие сумасшедшие вещи о том как он их подвесит вырвет им там селезенки сделает из них чай и будет пить чай помешивая там их за сушенным ухом как ты и рассказывая анекдоты которые не услышал потому что он у них ухо выдрал и так далее ну в общем вот такие классные вещи и он им так доступно объясняет почему они должны поддержать ту или иную законодательную инициативу а в американском сериале вип нету этого малкарма такера и поэтому там получается основной основная нагрузка идет на эту вице-президента который должен сражаться с окружающим миром и придурками собственной глупости а там именно малкарм который находится в бушующем мире в лодке которая плывет по морю из голов дебилов он просто пытается не утонуть управляя этими дебилами ты большая разница главная проблема будущий событий то что это придуманная должность ее не существует и ты не можешь ее аппроксимировать потому что ее придумали для сериала ну какая мне разница то нет большая разница это как бы если говорить из губа если бы нам придумали вице-президентов как-то и к этому отнесся нет они совершенно американцы совершенно как армандо янучи в американском сериале совершенно не стесняется того что-то вице-президент он у него получает по полной попадает самый дел они про это я говорю придумали бы что у нас там есть как вот у тебя у нас президент там премьер-министре нам придумали вице-президент и начали бы сериал снимать том что на украине или в россии есть лице-президент то нет фишка в том что эта должность она по сути невидимая это как глава пресс-службы президент украины такая просто я считал выйдет иногда что-то скажет потом уйдет и все и забыли об этом она почти невидимая для обычного народа в том-то и дело что он оказывается таким закулисным интеганом который дергает за нитыч с матом вот с матом это конечно вещь нет я о том что просто фикс не из должности я там что британцы просто я не знаю они берут эти идеи они делают сериалы снимают на эту свою дебильную ручную камеру без единой вообще без музыки без ничего это просто камера которая фиксирует какие-то события они там друг на друга орут это совершенно чумовые сценарии ничего не стесняются они это сериал bbc они также рассказывают и на bbc работают дебилы журналист ну просто ты представляешь себя как-то денег другой стране это прекрасно и вот фишка рад я знаю я представляю одну страну который вот она очень странная она она на карте мира отдельно ватикан и не понял там вот все мы просто ну там реально все может антон давай сделаем уже будет анонс нам пора закрепляться ну в общем она до пятницы читайте рецензии отец футболе вот у меня такой а у тебя такой ну и морально готовьтесь к на клубу я больше ничего не придумал дакина начнется в августе остается только одна большая большая проблема найти где его проводить но мы это решим проблем у нас уже есть куча кандидатур мы будем проводить кастинг и владельцев ресторанов и кафе приду да ну в общем удачи тебе антон в одессе всем спасибо всем до свидания смотрите хорошее кино и не забывайте что английский сериал а лучшее и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...